Новое видео выходит каждый день в 20.00 Бля, это уже 10-й юбилейный выпуск Самп новостей И вначале нужно сказать что-то вот прям, я не знаю, чтобы меня запомнили на долгие века, на долгие столетия И потом вот вместо каких-то стихов Пушкина, там Маяковского или прочих Вот рассказывали вот именно мои цитаты И давайте вот так вот, давайте я скажу вот следующее Дапо, Лох, Данил Гераре, Гей, Данте, Гей, Хьюго Ромаре, Никто, Вентура, Извинись, Ися, Остановись Вроде как не забыл ничего Итак, давайте начнём Хуй, яры, так же этот стильки-богрик хочет добить к лету 23 подписчикам Подадал, гондон, быстро в машину, дура Окей, садимся Что же большинство зрителей, какое население в ютубе это нравится Вчера Red Games Studios презентовали новую экипировку для модуля Metro Project Самое интересное, не их внешний вид, а их функциональность В частности, правый шлем имеет прибор ночного видения Который позволит игрокам видеть в темноте на системном уровне Ну и, естественно, каждый шлем даёт игроку защиту от хедшота Это, я думаю, можно было и не объяснять, однако, ладно Beverly Project Между ребятами из Gambit и Beverly затевается очередной конфликт Что типично На этих выходных сервер Beverly Project попал под DDoS-атаку Устроенную разработчиками и веб-разработчиком Gambit RolyPlay Первая сторона обвиняет в атаках вторую сторону и руководство Gambit RolyPlay В частности, в то время как вторая сторона ссылается на собственную инициативу разработчиков И заявляет, что готова поддержать Beverly, если это будет действительно хороший проект Во что я, то есть редактор, слабо верю Обобщая обычная конкуренция, только монополия в фулл-ролеплей сегменте уже почти состоялась Если хотите углубиться в эту тему, то в свободной группе Beverly PR, как тут написали Или RP, хотели написать, но ошиблись Есть все доказательства Также можно почитать материалы в других популярных СМИ по Сампу Мы эту тему вряд ли будем освещать Что до моей позиции, то есть редактора То ребятам из Beverly я доверяю больше, чем Ерику В силу того, что последний многовато врет Однако ты можешь выбирать любую сторону Если тебе этот конфликт вообще интересен Ибо мне нет И вы знаете, вот мне, как абсолютно неконфликтному, доброму и интеллигентному человеку Тоже вот не особо хочется копаться во всем этом дерьме Вот этих вот фулл-ролеплей серверов Однако, если бы мне заплатили, то я бы сделал вот какой-то подобный видеоролик Ребят, 50 тысяч рублей сделаю любой ролик на ваш заказ Абсолютно, на практически любого GTA-самп-ютубера На любое GTA-самп-событие На все, что угодно Это открытый ценник, открытый его всем заявляю 50 тысяч рублей, даже вот самп-обзор могу сделать за такие деньги American History Тут все тоже не очень хорошо По крайней мере, я так думаю Ну, редактор В субботу в основной группе вышел пост о новом вакантном месте Месте маппера При этом отмечается, что работа будет производиться на добровольной основе То есть никто за нее не заплатит Блять, American History Ну в самом деле, блять, ну че такое Хуй пойму, блять В смысле, я буду делать работу, но мне за нее не заплатят Да пошли вы нахуй, блять При этом отмечается, что с составом все в порядке Никто никуда не ушел Ищем дополнительные руки для интерьеров и некоторых зданий Чего ж тогда плохого? Ну до этого маппингом занимался кошель Не знаю, че за кошель, да мне в общем-то и похуй У которого это выходило очень даже хорошо Почему ему понадобилось дополнительные руки? Ну тут либо увеличились темпы разработки Либо кошель потихоньку отходит от работы над сервером по каким-то причинам И кого найдут ему в помощь на добровольной основе? Разве что человека, не сведущего в маппинге А тут последствия уже очевидны Плохой маппинг в разных местах города Однако я не думаю, что все чересчур плохо Как заявляет редактор Amazing ZM Тут изменений немного, но о них стоит рассказать Ну в общем-то, как и обычно Для карты ZE, нижнее подчеркивание Hell Добавлена статистика выигрышей В ней будут показаны игроки, выигравшие маску дьявола Вдобавок к этому было добавлено информационное окно Для комфортного отображения личных сообщений И возможность отключать принятие личных сообщений My Home Roleplay Прямо во время написания дайджеста Была слита группа My Home Roleplay и My Home Roleplay Vice City Ух уж уебаны, блять, те, кто это слил Как рассказали мне, ну, редактору Группы были слиты уже бывшим пиар-менеджером Которому надоела его должность Слито было много чего Оформление, описание, адрес основной группы и часть постов Руководство уже обратилось к поддержке ВКонтакте за восстановлением Но процесс, скорее всего, будет не быстрый Ой, блять, My Home Roleplay Вот в самом деле, мужики, блять, держитесь Такая хуйня, она могла произойти с каждым абсолютно И я не думаю, что тут есть какие-то проблемы с восстановлением ВК Потому что, ну, часто восстанавливали вот группы после слива Да, не особо важно Ной Ри Проджект Давно не было маппинга от Ной Ри Проджект Или Ной Рай, да мне похуй И вот опять На этот раз разработчики показали Мотопарк Огненное Колесо На Ипсвич Выглядит бедно Но для 60-х стилистика подходит великолепно В описании локации отмечается Что этот мотопарк популярен среди молодежи И фанатов мотоспорта Но игроки уже сами разберутся Кто знает Может там и притон организуют Ну, вполне возможно И мой любимый сервер Pacific Coast Project Я уже не понимаю Какой маппинг старый А какой новый Но вот интерьер пивного бара Прямо у вас на экране В котором обитают в свою очередь байки И последняя статья на сегодня Связана с Аризоной Ролеплей В группе Аризона Геймс Вышла статья из новой рубрики История серверов В первом выпуске было рассказано О первом сервере проекта в Фениксе Я прочитал текст где-то за пару минут И он мне вообще не понравился Редактору Из-за того, что он очень сухой И неподробный Я бы хотел почитать Лонгрид Со всеми деталями и интересностями А не историю из серии Начали тогда-то Развиваемся по сей день Все же мы знаем, что Аризона не ракета И открылась такими же проблемами С какими открываются и нынешние проекты Об этом и хотелось бы почитать В частности А на этом мой дайджест закончен Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Данных самп новостей Данного самп дайджеста Надеюсь, что вам так или иначе понравилось Это юбилейный выпуск А если вам еще и понравилась фраза в начале То, как говорится С олдфага по лайку С ньюфага по дизлайку С неподписанных человек Подписки С подписанных человек Подписки Что я только что сказал Не имеет значения Однако ладно Всем спасибо И всем пока